Девушки, всем привет! Благодарю вас за участие в весеннем флешмобе, который так и называется весеннее обновление. Результаты получились очень хорошие, все, кто хотел, смогли поучаствовать. А это 16 человек. Я поделюсь с вами выводами и наблюдениями, а вы напишите свои комментарии прямо под этим видео. Вы знаете, я и сама люблю очень участвовать в разных играх, конкурсах. Ведь пока мы играем, у нас есть дух молодости, активности, энтузиазма, позитива, а это все эмоции со знаком плюс. Это как раз то, что нам нужно. Мне очень понравилось несколько списков, в которых чувствовалось столько заботы, столько внимания, что мне самой захотелось быть клиенткой этих девушек. Благодарю вас, Вика, Катя и Ира. Что важно в себе развивать? Самое главное, пожалуй, это быстро принимать решения. Как в фильме, помните, есть такой фильм «Говорить о возможностях да». На сомнение и раздумие тратится очень много энергии. А это самое главное, это самый драгоценный ресурс. Если перед вами стоит выбор, подумайте, несет ли для меня это позитивные перемены. Если да или возможно, то сразу же незамедлительно принимайте это приглашение и действуйте. Действуйте незамедлительно. Нам всем мешает негативный прошлый опыт. И сейчас я это тоже заметила. Это тормоз. Вы понимаете, о чем я говорю? Я как водитель знаю, что нельзя одновременно давить на две педали. Тормоз и газ. Движения не будет. И определитесь, вы хотите изменений в вашей жизни? Тогда нужно перестать делать то, что делаем всегда. Потому что результат будет одинаковый. А нам нужно приобретать новый опыт. Ведь мы живем с вами удивительное время. Это третья волна, так называемая. Она называется эпоха впечатлений. В это время важно делать три вещи. Три. Учиться, разучиваться и переучиваться. Многие из вас думают наперед. И как бы перестраховывают себя. И додумывают то, чего на самом деле нет. Я это называю страдать наперед. Скажем так. Оказывается, иногда многие из нас могли бы что-то сделать. Но вот страх, что будет дальше, нас останавливает. И иногда простые вещи мы не делаем просто потому, что не знаем и боимся, что дальше будет что-то, с чем мы не справимся. Меняем привычку. Быть здесь и сейчас. Отвечать только за то, что происходит на данную минуту нашей жизни. Еще один страх, который нам мешает двигаться, это страх быть отвергнутым. Многие боялись составлять списки из-за того, что думали, что люди, которые будут в этом списке, будут как-то негативно к этому относиться. Но подумайте, много ли прямо сегодня людей думали о вас, позаботились о вас? Ну, представьте себе такую ситуацию. Ваш парикмахер накануне весны составил список из 10 своих клиентов, и вы там есть в том числе, и вас пригласили бесплатно попробовать новый трендовый оттенок волос. Или, например, вашему мужу позвонили с СТО, где он постоянно обслуживается, и сказали, мы сейчас получили новое моторное масло. Приезжайте, попробуйте, получите его бесплатно. Ну, правда, кажется смешно. Мы в жизни очень мало сталкиваемся с таким сервисом, где действительно думают о вас. А ведь то, что вы сделали, это и есть самая настоящая забота о людях. Это здорово, и этого не стоит бояться и стесняться. И я думаю, что те люди, которых вы внесли все-таки в свои списки, им очень повезло. Еще одну вещь, которую хотела бы отметить, это остановка развития. Развитие как профессионала. Вы знаете, что у нас у всех женщин есть такой период в жизни, когда мы либо беременны, либо ухаживаем за маленькими детками. И это, я считаю, самый правильный выбор, приоритет для нас, женщин. Но ведь в это время мы не перестаем делать обычные вещи, смотреть телевизор, гулять, читать книги. Точно так же нельзя останавливаться в этот период. Просто не переставайте это делать в своем каком-то темпе. Придет время, вы скажете себе за это спасибо. Взаимодействие с вами для меня было очень-очень полезным и приятным. Особенно, когда мы с вами в действии, взаимодействии. Есть о чем поговорить. Мы больше узнали друг друга. Я узнала, чем вы сейчас живете, что вас беспокоит. И понимаю, как мы можем двигаться дальше. Мы все женщины выполняем очень много ролей. Даже больше, чем мужчины. И нам так важно быть счастливыми. Поэтому, дорогие мои, все участницы этого флешмоба от меня получают в подарок персональную консультацию по составлению вашего жизненного баланса вместе с тайм-менеджментом. Мы посмотрим, как больше высвободить времени, как быть более эффективными и как успевать в жизни делать все. Итак, это ваш подарок от меня. Ну и, кстати, сегодня Международный день счастья. Я вас с этим поздравляю. Делайте и себя, и людей вокруг счастливыми. И мы начинаем розыгрыш. И сегодня мы разыграем вот такой вот замечательный лосьон для тела Сынкин Оф Лав. В составе этого лосьона будоражащий аромат розы. Три разных розы, которые сделают из вас вот такую вот вкусную, притягательную конфетку. И мы прямо сейчас узнаем, кто же получит этот лосьон. Ну и каждая участница, это еще один сюрприз для вас, получает от меня подарок. Вы получите в подарок бусину для вашего браслета Пандора, который называется Весеннее обновление. Вы знаете, что изначально эти браслеты создавались для того, чтобы собирать коллекцию своих жизненных впечатлений. И на память у вас будет одна из бусин на вашем браслете. Итак, мы начинаем розыгрыш. Для этого я буду использовать программу random.org. Вы видите на экране список из 16 участниц. И я нажимаю кнопку, и мы узнаем, кто же победитель. Та-дам! Победитель Чумаченко. Катя, Катюш, я тебя поздравляю. Девушки, я поздравляю вас всех. Так, потому что вы все победительницы, вы все получите победу.